Здравствуйте, товарищи! У меня один дисклеймер в последнее время печальнее другого, ну и они печальны по вполне очевидным причинам. Больше всего этой печали нагоняет именно невозможность сделать что-то полезное. Если вы считаете, что я или другие креаторы, а нас довольно много, которые в таком положении и настроении находятся, если вы считаете, что мы все делаем недостаточно, или делаем что-то неправильно, или не делаем что-то, что вам кажется очевидно необходимым, то я могу только извиниться за это. Может, я и остальные не правы, но сейчас, по крайней мере, кажется очевидным, что ничего полезного и действительно, что могло бы принести какой-то реальный профит и повлиять на ситуацию, как будто бы сделать нельзя. Опять же, возможно, я не прав. Так или иначе, этот, предыдущие и следующие видосы были записаны до печально известных событий 24-го, поэтому содержат такую вот духоподъемную атмосферу. Да и, честно говоря, особенно обидно, что именно этот ролик выходит в такой момент, потому что он, по сути, о всей моей жизни. Я большую часть своего сознательного существования на этой планете пытался сделать так, чтобы обеспечивать себя своим творчеством. В итоге у меня даже получалось обеспечивать не только себя, но и некоторые смежные сферы. И вообще, до всего этого я, можно сказать, был в этом успешен. Неизвестно, насколько я смогу это сохранить, но так или иначе буду пытаться. И, честно говоря, всем остальным творческим товарищам также желаю и надеюсь, что вы сможете не растрачивать свой талант и свои способности на то, чем вы заниматься не хотите. Надеюсь, что и это, и остальные трудности, которые, безусловно, будут у вас в жизни, не заставят вас уйти заниматься не своим делом. Вот о том, как заниматься своим делом и на это жить, я поговорил с Эриком Рикой. Это была для меня очень важная поездка в Питер. Я был на очень серьезном моральном подъеме, потому что сам Эрик Рик был моим творческим ориентиром в плане контент-мейкинга очень долго, и тогда у меня было ощущение какой-то новой, очень классной главы. В итоге наступила совсем другая глава и совсем не классная, но судьбу не выбирают, нам остается только адаптироваться, и сейчас я вам предлагаю перенестись в приятную атмосферу прошлого и посмотреть замечательный мой видос с Эриком Рикой про то, как же обеспечить себя творчеством. Здрасте, вы на канале Сейна. Здрасте, товарищи! Регулярно я слышу разные вопросы, прямые и косвенные, про то, как же вот нам, творческим людям, жить? Как нам не умереть от голода? Как нам действительно свое творчество монетизировать? Вопросы в духе, как найти творческих людей и так далее. Чтобы ответить на все эти вопросы, я оказался в замечательном помещении. Вы видите лучшую картинку на моем канале, я думаю, за долгие прошедшие годы и также за долгие последующие годы, потому что я нахожусь в квартире Эрика Рикки. В турецкой бане. И со мной сидит замечательный Эрик Рикка, которого я сейчас заебу всеми этими вопросами, и мы поговорим, как же так на творчестве заработать, в офис не уйти и жить припеваючи, а в идеале без депрессии. Ну это пиздеж последнее, вот совсем пиздеж. И про заработок тоже. Боже, конец подкаста. Здравствуйте, вы на канале Сей. Первый вопрос, честно говоря, который мне задают, и я больше всего вообще не знаю, как на него отвечать, это где искать людей? Вот жестче формулировка, как ты познакомился со своими друзьями? С нынешними? Вот это вообще, по-моему, невозможно ответить, на самом деле. Не, возможно. Подожди, давай начнем с какими. Как найти достойных людей? Вот именно, знаешь, творческих интересных. Вокруг меня одни ПТУшники. А вот как найти-то? Слушай, такую строчку у одного, опять же, поэта. Да, да, есть один рэпер. Слушай, смотри, на самом деле, вот я помню, что когда я переезжал в Питер, это был 12-й год, я никого не знал, кроме своей девушки, потому что мы вместе с ней переезжали, и Вячеслава Кавленеса, ныне, ну и тогда уже известного гитариста, который сейчас играет во всяких френдзонах, с Мукой, Серафимом, но где еще? Безда, ты гитарист, но вот нашел себя вот в этом. И все, никого не знал. И вот про друзей, на самом деле, я верю в такую историю, что просто люди притягиваются такие, ну, короче, единомышленники попросту. Когда ты делаешь что-то, когда у тебя есть какая-то своя линия, ты по ней идешь, люди это чувствуют, они видят, они хотят тебе в чем-то помочь, может быть, в чем-то поучаствовать. Ты говоришь, гоу. Вы начинаете вместе что-то делать, и часть из этих людей остается с тобой на более какие-то личные истории. Ну, слушай, а ты из какого города ты переехал? Набережные Челны. Ну вот мог бы ты в набережных Челнах, в городе с таким красноречивым названием, найти достаточно правильную публику? Публику или друзей? Ну вот, друзей, ну да. Так я поэтому и уехал. Потому что там я чувствовал себя очень скованно. И когда я начинал как раз вот там видеоблог музыкальный и что-то подобное, я чувствовал, что людей, которым это тоже было бы интересно, их попросту нет. Потому что я предлагал какие-то идеи, и на этом все заканчивается. И в итоге... Ну, когда я переехал в Питер, точнее, изначально как? Я приехал в Питер в 11-м году на недельку к дяде. И за эту неделю я охуел так от количества здесь творческих людей, что подумал, надо переезжать. И переехал. И когда я переехал, появилось, конечно же, много людей, которые... Вау, ты делаешь видосы, давай что-нибудь вместе делать. И все. И понеслась. Если просто представляете этот видос, как, знаешь, гайд для чуваков, которые вот чувствуют себе творческие начала и не хотят в офис уйти, то мы все-таки однозначно заявляем, что в своих там Челнах, Череповцах, Челябинсках и всем остальном вы, к сожалению, вряд ли кого-то найдете. Я не знаю. Тут нет однозначного ответа. Сейчас есть интернет у всех. Мне кажется, это уже сильно спасает. Блин, ну вообще, конечно, шансы на то, что ты встретишь в Питере или в Москве кого-то, кто тебя будет пушить и помогать тебе в твоих творческих начинаниях, конечно, он выше, чем где-нибудь в Саратове. Поэтому люди так и едут сюда. Но в то же время я знаю кучу примеров. Вот мы сейчас с тобой порнофильм обсуждали. У них же в интервью с Дудем... Группу. Группу, конечно. А, да, точно. У них в интервью с Дудем есть, на самом деле, хорошая фраза. При всей моей нелюбви к их творчеству вокалист, я забыл, как его зовут, сказал, что они живут в каком-то маленьком городке. Володя Котлеров. Володя Котлеров. Они живут в каком-то маленьком городке, не вспомню название, и у них Дудь спрашивает, почему вы не уедете в Москву, у вас же такой движ, вы собираете стадионы. И он сказал вот хорошую мысль, что, ну, во-первых, у меня есть рядом все люди, кто мне нужен, то есть группа там и близкие, они все рядом. А, во-вторых, Москва может меня развратить и расслабить. Начнутся тусовки, знакомства, какое-то ненужное вот это медийное отвлечение, то, что, знаешь, это он так говорит, цитирую, что я начну отвлекаться от группы и забью в какой-то момент хер и начну превращаться в какую-то медийную там, условно, блядь. Мне вот кажется, такой принцип вот какой-то каким-то в корне неправильным. Это как из разряда «я хожу только в сельские столовки, чтобы там, типа, не потратить много денег». Ну, то есть, ну, да, ну, типа, чувак, ты же должен себя контролировать, то есть, да, иди туда, куда много возможностей, но... Ну, это скорее ограждение от потенциальных рисков. Никто не говорит, что он прямо таким станет, но мало ли. Но при этом, вот смотри, мне всегда было интересно, как чувствуют себя ребята, которые родились, допустим, в столицах, ну, или в Подмосковье. Немножко такой сторонний пример, но, думаю, будет понятно. Когда я вот в 11-м году приезжал к своему дяде, он уже здесь живет лет, наверное, 30-35 в Питере, и у него родился сын уже здесь, то есть он коренной петербуржец. Это мой двоюродный брат, Артем. И когда вот он с нами гулял, на тот момент ему было лет 22 где-то, он родился в Питере, он гуляет с нами по центру, ходит вот так по Исаакиевскому площадь, такой, «Вау, нихрена тут красиво!» Я говорю, «Тем, ты что?» Он говорит, «Да я тут не был столько лет». И он, короче, они всю жизнь прожили на просвете, это край города, просвещение. И я тогда сильно позадумался над тем, что, типа, «Ага, то есть Питер, он тоже разный, ты можешь жить на окраине, но при этом не видеть Питера, ты будешь жить в новостройках». И когда мы переезжали, мы как раз об этом очень сильно думали, что, типа, либо ты живешь с кайфом в новостройке, но не видишь Питера, по сути, это не Питер. Я считаю, что там Мурина, Девяткина и так далее, это не Питер. Конечно, конечно. Вот, либо ты живешь в какой-нибудь странной комнате, там, 11-комнатной, но в центре Питера. И тут ты выбираешь, что важнее, комфорт, либо какие-то мучения ради будущих осуществлений. Да. И вот мне, опять же, интересно, вот, когда ты живешь в этом городе, вот ты вот родился в Подоскове, ты ощущал какую-то привилегированность, что ты в столице, в охуенном городе, у тебя сразу все есть? Или тебе нужно было что-то делать? За счет того, что я в Химках как бы вырос... Трешни, пожалуйста, для меня, я ни разу там не был. Химки — это все-таки отдельный город, но он же... Это просто есть в Москве, в принципе, региональная шиза. Да, потому что, например, идет Москва, потом начинаются Химки, потом опять Москва за ней. А, да ладно? За ними, да. То есть Куркина, которая за ними, это уже Москва снова. Вот. И есть такая как бы... И там люди, которые на границе областей, они чуть-чуть страдают. Но суть такая, что до Москвы мне полтора часа было добираться. Я всю жизнь это именно так воспринимал, что вот есть Москва. И вот что в Москву меня принесли... Ты себя не ассоциировал с ней, получается? Да, не ассоциировал. Она где-то там была у тебя? Да, и когда я, собственно... И потом я много менял мест жительства. Я жил в очень крутых районах Москвы. Там в том числе я на Арбате жил. И это самое впечатляющее вообще... Одна из самых впечатляющих штук в моей жизни. И тема такая, что для меня это в какой-то момент стало принципиально важным. Вот мы там вне ролика разговаривали про патриотизм. Для меня стало принципиально важным знать Москву. Что где происходит, что где находится. Я сам по себе люблю города. Я по Москве просто часами ходил, изучал всякие маршруты. По мере возможностей узнаю там всякие исторические штуки. И мне местами стыдно, что я некоторые исторические вещи не знаю. Вот. И вот мне кажется, это какая-то такая вещь, что знать свой город... Это супер важный. То есть как это... Этот голос не мой... Этот город не мой, но он дал мне голос. Вот. И в случае с Москвой это действительно так. Я просто до того, как еще узнал термин маятниковая миграция, я возненавидел маятниковую миграцию. Суть в том, что люди ежедневно мигрируют. То есть ездят из города в город каждый день. Прямо переезжают, ты имеешь в виду? Нет. А, просто ездят. Работать, допустим. Когда тебе нужно потратить на дорогу, ты тратишь на нее 4 часа за день. Я считаю это, блядь, негуманно. То есть это вот существует, я думаю, в азиатских странах существует у нас. И это пиздец. То есть я считаю, что не может быть у тебя никакой здоровой жизни, если ты 4 часа в день тратишь на дорогу. А это далеко не предел. Потому что у меня вот есть один из моих лучших друзей. И он, кстати, написал сценарий для части роликов на канале для двух пока что. Вот. Но может еще напишет. Суть в том, что он ездил из Ногинска. То есть он еще и на электричке. А электрички это пизда. Я не знаю, как у вас в Питере, в Московской области. Это страшная вещь и очень депрессивная. Он больше 6 часов тратил. Ну и наверняка тратит ежедневно на дорогу. Вот. И в принципе в Москве есть такая фича, что пишется Москва, запятая, деревня Мельково. То есть как бы писалось Москва, запятая, Париж. Она потихоньку начинает в себя вбирать другие области. И это шиза совершенная. Черная дыра такая. И поэтому Москва так и воспринимается, что ты ездишь куда-то. И в принципе даже в Химках, которые сами по себе город, есть выражение, типа съездить в город. Забавно. Да. И собственно и для меня было принципиально важно, что вот есть Москва, и я ее знаю. И несмотря на то, что я ее как раз за такие особенности не люблю, и она там в плане архитектуры и города очень во многих местах изуродована. Вот. Но при этом... Но до тебя долетало, наверное, все-таки какое-то веяние столицы. Типа там более тусовые творческие люди и так далее. Ты же еще... Конечно, конечно. Я супер благодарен возможностям, которые она мне в итоге подарила. И я вот не могу, к сожалению, не согласиться с тем, что ты говоришь по поводу того, что никуда не денешься. И как бы тебе в твоем маленьком городе будет сложнее найти каких-то людей. И даже несмотря на интернет. Потому что лучшие предложения в своей жизни, будучи видеоблогером, ни одно из них я не получил на рабочую почту. То есть много всего полезного приходило, но самые лучшие вещи получились через какое-то так или иначе личное общение. Да. И наладить с кем-то мосты без человеческого контакта нельзя. Потому что, к сожалению, так доверие работает. Вот. И никуда от этого не деться. Так что... Это правда. Ребята, к сожалению, придется съебаться. Но! Помнить свою историческую родину, я считаю, супер важно. Не забывай свои корни. Помни. Есть вещи на порядок выше. Слышишь. За корни. Да, за корни в натуре. Рэперы это постоянно делают, что они там представляются и называют свой малый город. Вот я считаю, что свой малый город нужно ценить и продвигать, и жить так, чтобы тебе в итоге в твоей залупе памятник поставили. Вот. Но при этом, конечно, рваться туда, куда возможности. Потому что жизнь одна. Тебе сейчас 30, да? 32. 32. И ты сколько уже лет не работаешь на вот таких обычных, привычных работах? Вот с 22 получается, как в Питер переехал. Уже получается 10 лет. Ты работаешь, по сути, занимаешься хер пойми чем. Вот это отличное определение. Я реально не знаю, чем занимаюсь. Но на это живешь. Да. Вот это, мне кажется, ключевая вещь для любого... Того, как не нужно жить. Нет, наоборот. То есть вот это на самом деле обратная сторона медали от любой работы стабильной и понятной. Вы неизбежно занимаетесь какой-то хуетой. И именно объяснить, допустим, вашим родственникам будет в любом случае тяжко. Типа, что именно вы делаете? А что ты потом будешь делать? Не ебу вообще, в общем-то. Вот. И можешь вот каким-то образом сформулировать, как найти вот эту хуйню? Как выдумать работу? Ведь свобода, она ужасная, если не знаешь, как ей распорядиться. Работу, ты имеешь в виду, как придумать, чем себя занять и как пойти... Как выдумать, чем себя занять, так, чтобы это в итоге и какую-то копеечку принесло? Блин, мне кажется, здесь все встроится естественным путем. Потому что я не могу себе представить, чтобы человек сел, спланировал какой-то бизнес-план на свою жизнь. Такой, все, через пять лет я буду там. И вот эти вопросы я вообще терпеть не мог в институте, когда спрашивали у нас, кем вы видите себя через пять лет? А на кого ты учился? Банкир. Вот там такие вопросы вообще, это норма. Типа, знаешь, планирование, вся жизнь должна быть... Кстати, вот это, вот мы с тобой на прошлом подкасте, два часа назад... Вышел замечательный подкаст у Эрика Рики на канале, смотрите обязательно. С Мишей Сейном, да. Мы менялись местами. Мы с тобой говорили о том, что как раз зачастую ты идешь от обратного. То есть, например, если ты условно... Мы это не обсуждали, но я это хотел сказать, забыл просто. Что, допустим, если ты растешь в семье, в которой тебя, скажем так, чрезмерно сильно любят... Ну, то есть, как это называется? Оверопека. Оверопека, да. Оверопека, и ты зачастую в укор этому идешь обратным путем. Начинаешь, там, не знаю, продавать наркоту, условно. Чаще от гиперопеки люди, наоборот, нихуя не делают. Либо так, когда у них есть все условия для того, чтобы жить сразу с кайфом, у них нет мотивации стремиться. А вот как раз вот эта история с банковским делом на меня повлияла ровно так же. Потому что пять лет я там проучился, на последнем курсе бросил институт. И именно поэтому планирование своей жизни, планирование своих дел... Меня настолько от всего этого начало тошнить в какой-то момент, что я вот подался, на самом деле, сначала в пустоту. Потому что я пошел просто работать грузчиком. Потому что не было других вариантов. Я 20 лет, я ничего не умею, у меня нет образования. И я устроился к друзьям-грузчикам на запчасти. А уже в этом моменте я начал осмыслять, кто я по жизни, что мне нужно делать. И за полтора года, получается, работы там. Как раз я думал, что я хочу делать. И как раз вот это все естественным путем сложилось. Потому что изначально я тогда вел паблик про музыку, 9 селых. Писал какие-то рецензии. А потом я подумал, это был, это был десятый, по-моему, год еще или одиннадцатый. Я подумал, почему бы не делать это же самое, но на видео. А тогда понятия блогер в принципе не существовало. Поэтому это было какой-то, знаешь, необычной идеей. Я завел канал на YouTube. И начал выкладывать тогда видосы как раз, где я рассказывал про какой-то альбом. Какое-то свое мнение. Мне это хорошо заходило и прям стрельнуло сразу же, буквально там со второго, с третьего выпуска. И меня сразу взяли тогда в две команды. Спасибо, Ева и Карамба ТВ. Это группировки блогеров тогда аж не начинающие. Группировки. Группировки, да. Так и есть, по сути. Это как раз было, наверное... Опять же, вот видишь, не было такого, что я это обдумывал. Это происходило само собой. Я просто делал то, что мне хочется, параллельно прикрывая жопу какой-то работой. Какой-никакой. Ну, когда я работал грузчиком. Потому что купил я первый ноутбук, первую камеру дешевую и там первый свет. Это все еще я был грузчиком в этот момент. Просто я параллельно пытался что-то делать. И мне кажется, не совсем... Ну, точнее, это может быть верно, но это очень рискованно бросаться из одной области в другую, не подложив какую-то подушку себе под жопу. Потому что, когда ты бросаешь учебу или работу или что угодно, не зная, что ты будешь делать, это, конечно, так себе. Безрассудно, да. Поэтому... А я и не знал. Поэтому я как бы и начинал прощупывать, видел, что получается. Конечно, даже тогда мысли не было, что на это можно зарабатывать абсолютно. И просто из-за того, что у меня была, в принципе, камера, которая изначально была куплена для видеоблогов, я подумал, ну ладно, раз у меня есть камера, надо что-нибудь снимать. И я начал учиться снимать. Это пришло, как бы, знаешь, уже вот в такой очередности. И опять же, плана никакого не было. Поэтому, блин, рисковое дело. И вот я помню эту тему, мы обсуждали, похожую тему, мы обсуждали с моим хорошим другом Женей Райзом. Это чувак, который, наверное, самый известный в мире киберспорта в России. И вот мы с ним были в Шанхае в 17-м году. Я ему снимал видосик на чемпионате по Counter-Strike. Мы обсуждали тогда киберспорт. И вот он сказал такую мысль как раз правильную на эту тему. Она очень похожа. Что есть такое понятие, как ошибка выжившего. То есть мы видим каких-нибудь успешных киберспортсменов, которые зарабатывают миллионы. Вот недавно, помнишь, история была с Team Spirit по Дуэте? Да, да. 18 мультов долларов. Ты такие, нихуя в киберспорте бабки. Так они не понимают, эти люди, кто так говорит, что это... Миллионы тупо задротили. Да, что остальные миллионы, которые, блядь, всю свою жизнь протратили, они сидят до сих пор дома с мамой где-нибудь там и страдают, потому что у них нихуя не получилось. Мы видим лишь один пример из миллиона. И так же работает, в принципе, в любой вот этой истории, про которую ты расспрашиваешь, что ныряя в какую-то, может быть, творческую историю, всегда есть риск, что ты обосрешься, а про это никто и не узнает, потому что ты ничего и не сделал. Точнее, у тебя ничего не получилось. Только ты будешь винить в этом себя и думать, бля. Поэтому всё, на мой взгляд, нужно делать как-то последовательно и чувствовать, получается ли это или нет, есть ли этот спрос. Ну не совершать долбоёбских импульсивных решений для начала. Ну да, ну хотя такое тоже можно сделать, но мало у кого получается. Это опасно. Не, я к тому, что классно, когда это всё вовремя происходит. И в принципе происходит, потому что у некоторых людей, точнее у большинства, блядь, это в принципе никак не бывает. Ты всю жизнь живёшь и выживаешь. Поэтому классно, что есть возможность... Блин, это звучит дурацко, наверное, но как из книги. Типа классно, что есть возможность у каждого заработать себе на что-нибудь. На самом деле не у каждого, конечно. Капитализм, счастье, заебись. Да, это как слоган книги. Это дух? Да, он так говорил. Это стало мемом. Капитализм, счастье, заебись. Это он в одной рекламе сказал, и с тех пор все левые чуваки ему это используют как, типа... Как контрафакт. А где? Цитату тупого капитализма. Я не знаю, где он это в рекламной интеграции сказал. Это шоу-башка какой-нибудь? Я чё... В истории Ютуба так точно великий. А ты сейчас выживаешь? Временами да, потому что когда... Ну смотри, что такое жить с кайфом? Бля, философия сейчас поедет, весьма серьёзная. Не, ну смотри, где грань между выживать и жить? Не, ну исключительно по твоему личному ощущению. Вот, и иногда я думаю, что я всё-таки выживаю, потому что... Да даже не иногда, а достаточно часто, потому что я не могу себе позволить кучу вещей, которые я хотел бы. И получается, что мне нужно либо что-то менять в своей жизни, либо смириться. Круче, конечно, всё-таки менять и пытаться расти. Но факт в том, что... Опять же, возвращаясь к человеческой сущности, мне кажется, что... Я так пытаюсь просто представить, что даже если бы я зарабатывал дохуя, всё равно было бы мало. И здесь скорее дело в том, чтобы укротить свой какой-то нрав. Потому что многие вещи, на самом деле, не нужны тебе. Не тебе, а в смысле мне. Понятно. Ну, то есть вот за эти вот 10 лет условной карьеры, ты бы, если бы делал карьеру офисного сотрудника в Питере, ты бы за 10 лет дослужился бы, может, не до среднего звена, а до какого-нибудь высшего звена. И вообще, ну то есть ты бы имел гораздо больше и мог бы заниматься своими вот этими творческими вот этими вот этими всеми хуйнями. Может быть. Хобби. Может быть. Было бы ли это лучше? Ты стопудово рефлексировала бы это. Не могу так сказать, потому что, во-первых, ничего не можем изменить, и нет смысла жалеть о прошлом. Но могу тебе сказать, что у меня было пару, даже три ситуации в жизни, вот знаете, как раз 10 лет, когда мне, скажем так, поступали предложения кардинально изменить свою жизнь, уйдя в коммерцию. Всё ещё съёмки, но коммерция. При этом получал бы я в разы больше. Я много думал в эти моменты, как ты видишь, потому что мы сидим здесь, и я от всех этих предложений отказался. Но иногда, конечно, не то чтобы я жалею, но я думаю, а что было бы? Потому что, знаешь, работает, ну, блядь, это на самом деле такая хуевая позиция, что было бы, потому что, ну, всё уже, этих возможностей, во-первых, нет. Во-вторых, раз я сделал этот выбор, а ты, кстати, была какая-то мысль охуенная вот в каком-то сериале, что ли, в DEVS, по-моему, где как раз обсуждалась теория, короче, определённой, от детерминизма. И, по-моему, оттуда была мысль, если ты поступил когда-то однажды так же, то, блядь, ты никак не мог поступить иначе, потому что это именно вот твоя, по сути... Это твой максимум на данный момент. Да, грубо говоря, знаешь, это как думать, что ты прибежал, там, 100 метровку за, там, 10 секунд, думаешь, блин, если бы постарался больше, побежал за 9, там, и 88, да не прибежал бы ты. Если ты прибежал за 10, значит, столько ты и мог, всё, точка, нет никаких, блядь, других вариантов. Я поэтому так же думаю в этом плане, что если так случилось, всё, значит, и не мог, если не согласился, значит, ну, что-то во мне было такое, что выбрал этот путь. Окей, окей, а какой был первый проект, за который ты вот получил какую-то... То есть не обязательно, знаешь, там, самую первую херовую съёмку, а какой-то вот нормальный проект, который ты сам был не против сделать, и здесь за него заплатили, вот после грузчиковой работы. Это точно что-нибудь связанное либо с Версусом, либо с Мироном, что-то в Тусти... А, ну, наверное, первый... Да, 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 пусть будет первый тур с Мироном, это самое яркое, по сути, событие из крупных, это был 14-й год, археология. Вот, тогда я получил за него, по-моему, 50 тысяч. Ммм, а за тур в сколько городов? 27. Ебать! Ну, для 14-го года, для меня, который просто переехал в Питер, никого не знает, турить, блядь, видеть всю эту историю яркую, сочную, и получить 50 тысяч, это было... Да, да. ...счастьем. Но не какие-то заоблачные деньги всё равно. Конечно нет, конечно нет. Честно говоря, я бы за бесплатный ещё раз его прокатил, с удовольствием огромное, потому что то, что было в этом туре, никакие деньги не заменят. Одно из ярких воспоминаний в моей жизни, ярчайших. Этот ролик я условно представляю направлять в людей, которые пока не реализованы творчески. Замотивировать как-то их? Ну, скорее показать дорогу, потому что именно вот и то, и другое хуёво. И те люди, которые забивают на свои творческие амбиции и не реализовывают их, и люди, которые реализовывают свои творческие амбиции совершенно забесплатно. Вот. Да, да. И в этом смысле, если у тебя есть ещё, сказать, вкусного оттуда, вот, то можно? О-о-о, тогда я бы сказал чуть другое, но, в принципе, в ту же кассу. Я помню чётко момент, что, короче, вообще, как я познакомился с Мироном. Изначально познакомился с Ильёем Амаем, который, его тогда же не был менеджер. Я чётко помню момент, что прошло уже, по-моему, полгода, как я жил в Питере, и всё, что я делал, это снимал какие-то... В принципе, тогда только учился снимать и брал любые заказы, там, за тысячу рублей, за две тысячи рублей, а часто и бесплатно, просто чтобы руку набить. Я помню, что прошло полгода, и думаю, блин, как будто бы всё идёт в какую-то пизду. И вот этот критический момент наступил, когда я понял, что нужно заставлять себя ходить из зоны комфорта и что-то делать уже, блядь, по-настоящему крутое. Я помню, что я сидел и писал большое сообщение Мамаю, с которым я тогда не был знаком, и где я предложил ему рубрику вести на концертах. И мы с ним начали... Он согласился, и мы начали с ним вместе делать шоу на Ютубе, Балалайк называлось, где мы показывали клипы артистам. И вот я помню, что это тоже такой достаточно важный момент, потому что если бы этого не случилось, очень всё по-другому пошло бы в жизни. И я бы хотел этот пример как некий совет зафиксировать, потому что супер банальная фраза, но это настолько истинно. Под лежачий камень вода не течёт. И пока ты свою жопу не решишь поднять и что-то не сделать, никто никогда не придёт. Если ты артист, и надеясь, что какой-то... И это не должно быть одноразовая акция. Это постоянная работа над собой. Если ты артист, который ждёт какого-то лейбла, который придёт, блин, такой классный альбом сделаешь, давай мы тебя бахаем кучу денег. Да никогда такого нет. Не бывает так. Сами ищите, ходите в эти двери, отбивайте пороги. И по 100 раз. Я звучу сейчас так, как будто я какой-то ебать успешный миллионер рассказывает тебе свою историю. На самом деле нет, просто факт в том, что типа все какие-то мои переломные моменты, крутые в жизни, они случались, потому что я что-то начинал делать. И к нашему, к распрошлему разговору, что меня часто гложет, это то, что как будто бы... Вот я думаю, ты тоже, наверное, ощущал эту тему, как автор. Любой момент, когда ты ничего не делаешь, играет тебе в такую сторону, что ты как будто бы чувствуешь, что ты проебываешь время. Вот как ты приводил пример про фильмы за последний год, или когда это было у тебя? Год ты не смотрел фильмы. Потому что у тебя было ощущение, что ты проебываешь время на эти долбленные фильмы. И вот в этом как раз обратная сторона. То, что у тебя отличие от работы с графиком в том, что ты не можешь выключить голову и перестать об этом думать. Ты засыпаешь и думаешь, нужно сделать такой-то ролик или такой-то проект, или с тем-то списаться, что-то сделать. И каждый раз, когда ты этого не делаешь, ты начинаешь себя чуть больше ненавидеть за то, что ты этого не сделал. Упущенные возможности как будто бы. И это чуть-чуть как бы... Блин, я просто знаю, что даже непонятна полезность того, чтобы это рассказывать другим людям, потому что у меня как бы один за другим принцип, он рождался в ходе рефлексии. То есть вот сначала родилась тема, что... Ну вот расскажи свою историю как раз. Из каждой неудачи и кризиса нужно выходить исключительно с новым решением. То есть как бы каждый вот твой там mental breakdown или вот какая-то еще вот каждая неудача должна приводить тебя к повороту. заносил на поворотах, делал наоборот. Нужно всегда делать наоборот. Но проблема в том, что вот эта вот хуйня, вот от нее я до сих пор не избавился. Как перестать работать? То есть ну именно как себя отпускать, вот это я не знаю. Мне постоянно стыдно за то, что я не работаю. Ну вот да, как раз говорили в промежутках, что я вот полгода в доту совсем не играл, потому что трачу время. Сейчас вернулся и из разряда себе позволил. Даже подобные штуки, которые я себе позволяю, они, ну, это не спасает от того, что есть какое-то ощущение дисгармонии. Я не могу нормально отдохнуть. Ну как, смотри, у меня есть ощущение, что я и так постоянно чилю. Я встаю, когда я хочу. Я там, ну, монтаж. Тоже мне ебать работа. Я сначала хожу по комнате, думаю, блядь, хочу сегодня попиздеть про вот эту хуйню. Сажусь перед камерой, пизжу, еще сижу недовольный, что у меня жопа потеет, я устал сидеть. Курю в промежутках, там вот всякая вот эта тема. И после этого уже даже сам не монтирую, отдаю на монтаж. То есть у нас, ну, в принципе, можно было побольше бы ценить интеллектуальный труд. Вот. Но как-то, несмотря на то, что я его вроде как ценю, так как сам делаю, все равно именно есть ощущение, что можно делать гораздо больше. И оно не отпускает совершенно. Да, а вот ты готов смириться с тем, что оно тебя никогда не отпустит? Что тебе будет 50 лет, и ты будешь все еще чувствовать это ощущение? Нет, я не готов смириться с тем, что я никогда не найду гармонию. Вот это вот... Ну, а это возможно. Ну, значит, я долбоеб, рожденный моим умру, ну что ж. Ну, нет, почему долбоеб? Мне кажется, это в потенциале каждого найти гармонию с самим собой. Это все-таки ты сам. Ну, это, скажем так, цель, к которой нужно стремиться, но... Да нет, ну, насколько же люди всратые существа, если мы в итоге не сможем найти гармонию с самим собой в ней, это хуйня. Ну, знаешь, нет, я знаю... Знаешь, сколько таких людей? Вот, опять же, это неважно, сколько таких людей есть. Все остальные-то люди, это не я. Ну да, но я спросил, готов ли ты с этим... Нет, не готов, не готов. Будешь биться. Я буду очень разочарован, если я там к своим 40 годам не буду в гармонии находиться. А если к 40 одному найдешь? К 40 ты уже зачарован будешь. Ну, в 40 уже повешусь, скорее всего, уже поздно будет, да. Блин. Ну, это, кстати, важная хуйня, на самом деле. Потому что, мне кажется, когда у тебя ее нет, чем бы ты ни занимался, ты будешь чувствовать себя хуево. Просто, понимаешь, на стартовом этапе ее и не должно быть. Ну, то есть, у всех стартовый этап, вот ты рассказывал, ты жил в коммуналке на 16 человек. Больше. На 16 комнат. 11 комнат, и там в каждой комнате было по 2 человека условно, по 3. Ну, то есть, просто проходной двор вообще... Абсолютный, абсолютно клаака. Вот. Я тоже, ну, то есть, я там жил с родственниками, когда начинал там в квартире, которая мне тоже не нравилась. Вот. И там все мне подряд не нравилось. Вот. И неизбежно, ты работаешь в жутко некомфортной среде, совмещаешь это неизбежно с делами, которые тебе не нравятся. Вот опять же, я из-за того, что параноик, я бы не принимал там импульсивных решений. То есть, как бы на твоем месте, вот был бы я грузчиком и делал параллельное творчество, я бы до последнего ебашил грузчиком. Или там вот еще на какой-то другой работе, которая мне приносит минимум дохода. То есть, я бы просто так ее не бросил точно, я это понимаю. Вот. До того момента, пока вот не начнет меня кормить мое ремесло. И фича такая, что ты работаешь в дискомфорте на старте неизбежно. И от этого деваться некуда совершенно. И просто проблема в том, что сейчас-то я, ну, я себя гораздо больше могу организовать. И сейчас, когда я добавляю себе какие-то элементы комфорта, я... Блядь, вот Наруто, Рокли, у которого эти утяжелители на ногах, у меня каждый раз ощущение, что я снял новый утяжелитель. Но они как будто невидимые. Мне как будто еще нужно допереть, где этот утяжелитель снять. Вот. И просто как раз у меня есть убежденность, что я их сниму до конца, потому что сейчас я их постепенно снимаю. И с каждым разом мне все более комфортно. Но, конечно, переломиться через вот этот, знаешь, менталитет, типа, ну, того, что я не работаю, нихуя, что я хуйней какой-то маюсь, он вот это... У меня подозрение, что тебе кто-то это как будто вбил в голову. Почему ты считаешь, что ты не работаешь? Тебе кто-то говорил так? Не, потому что я вижу, что делают там, ну, допустим, мои друзья, сверстники и так далее. Но вопрос все-таки в другом. Почему ты считаешь, что ты не работаешь? Нет, ну, мне, наверное, конкретно так никто не говорил. Меня там родители поддерживали. То есть ты сам себе как-то создал это мнение такое, что ты не работаешь, типа, я занимаюсь хуйней, всем так тяжело, а мне заебись, я еще и жалуюсь. Скорее это исходит от того, что там куча моих сверстников, ровесников и людей, которых я уважаю, они занимаются другими делами и явно работают гораздо больше, чем я. Мои знакомые программи... Ну, это не значит, что ты не работаешь. Ну, нет, мы же мы оба human being, да, то есть мы как бы обладаем одним, условно, запасом энергии и все такое. И если там мой друг-программист, он одновременно учится и работает, и это у него не типа прочитать, блядь, про абстрактную картину, про то, как кто там ебнулся и какую там теорию придумал, чтобы это обосновать, а у него это реально код. И если ты хуево прочитал историю про код, то код не будет работать. А если я хуево прочитал, ну, мне в комментах напишут там что-то, я смотрю на этот коммент такой, пошел ты нахуй, положил телефон, просто и все, ничего не будет. Зато и получает он, я уверен, больше. Ну, то есть это же всегда какие-то весы. Вот у меня точно такой же есть пример с другом, который работает сейчас в IT, получает заебись, как бы очень много денег, но при этом я понимаю, что я не готов уходить условно в IT ради больших денег, потому что это не мотивирует меня никак. Меня мотивирует другое. И я бы не стал... Это как, знаешь, как психологи говорят, что типа нельзя сравнивать беды разных людей, потому что для одного там смерть отца может переноситься проще, чем для другого там неуспешно сданный экзамен. Хотя со стороны кажется, ебать, у тебя отец умер, а ему как бы похуй. А у другого экзамен всего лишь не сдан, а он уже готов прыгать с крыши. И вот это, ну, мне кажется, здесь так же работает. Поэтому, когда ты говоришь, что ты, там, условно, не работаешь и жалуешься, мне кажется, ну, не совсем верно, потому что, ну, попробуй вот его поставить на свое место, вот, чтобы он сделал крутой видос, который будет смотреть дохуя людей. Это же тоже непросто. Ну, не так уж дохуя, не такой уж крутой. Давай не скромничать, но просто согласись, что человек, который только врывается, это большой путь, и не у каждого получается, чтобы, допустим, собирать там по столько сарей на ролики и там по тысячу комментариев. То есть это нужно к этому прийти. И вот это, опять же, это, кстати, тоже мысль покраса хорошая. Мы когда с ним болтали на подкасте про там Кани и дизайн в целом, он сказал такую мысль, что люди не учитывают, вот, допустим, люди видят картинку известного дизайнера и говорят, какого хуя она стоит 18 тысяч долларов? Почему я так же могу сделать? Эти люди, когда-то говорят, не учитывают то, что этот чувак до этого 10 лет так ебашил, что именно поэтому картинка стоит 18 тысяч долларов. То же самое, вот, допустим, с твоим блогом условно. Когда ты говоришь, что, типа, я тут книжку прочитал, хуйню какую-то сделал, а вот чувак там изучает код, так, блядь, я попробую, пусть он попробует сделать ролик, который соберет столько же и так же. То есть это же очевидно, что у каждого какая-то своя ниша, и, ну, некорректно, мне кажется, сравнивать себя с... Ну, я сравниваю себя с своим, как бы, условным потенциалом, и здесь сложно найти... Ну, знаешь, типа, для того, чтобы делать какие-то штуки, нужна условная творческая энергия. И понятно, что у меня она не бесконечная. И, например, там про... Вот важная штука, которую я принял, как то, что я не могу и не буду пытаться, это учиться и работать одновременно. Бессмысленно вообще. То есть просто именно у меня вот творческой энергии не хватает, потому что каким-то образом тратится одна и та же энергия на восприятие информации, ну, это, наверное, переработка информации, дело в этом. Но мозг, да. Она работает... Устает. Ну, как бы, знаешь, если бы я занимался какой-то вычислительной хуйней, я в какой-то момент, кстати, отличные деньги заработал на том, чтобы переделывал договора. Вот. Там одна компания организовывала мероприятие, и, собственно, мне нужно было из договора, который надо сделать, переделать в договор сделано. И просто казенным языком там была выполнена такая-то, такая-то комплекс услуг, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Если бы такая херня была, я бы свободно с ней что угодно сочетал. Но в силу того, что нужно именно работать лицом и экспрессией, это пиздец тратистила. Я там очень часто снимаю ролики именно вот в перебивках. Блядь, как меня это заебало, господи. Я там в третий раз не могу сказать фразу. Я хочу умереть. Да, конечно. Ебать. Вот. Но вот есть чувак, который... Его зовут Скиллз. Может, видел его канал. Вот. Он, как и ты, делает его в кайф. У него там ролики выходят с паузой в несколько месяцев. Я не могу себе такого позволить. И мне кажется, что... Ну, с моей точки зрения, это непродуктивно. Ну, в плане... Как сказать? Это бы... Это бы замедлило мой рост. Это замедлило бы то, как я двигаюсь. У меня были бы гораздо качественнее ролики. Но сейчас я наоборот. Я себе, скорее всего, возьму две команды монтажеров и уйду от монтажа для того, чтобы ебашить. Ну, вот смотри. А вот ебашить и вот частота выхода роликов. Связана ли она с тем, что... С ростом? К примеру, вот когда человек ничего не делает в плане творчества и раз там в три месяца выпускает ролик, но этот ролик охуительный. Вот можно ли назвать вот эти три месяца, когда он ничего не делает, тем, что он ничего не делает? Нет. Он накапливает энергию, безусловно, и все такое. Вот мне кажется... Но таким образом можно остаться свободным художником. Ну, это нестабильная формула, согласен. Тут зависит от твоего приоритета. Если ты делаешь из этого такую полубизнес-модель, то, конечно, тебе нужно соблюдать график, команду собирать и так далее. Базар ноль. Вот. Тут просто кто что выбирает. Ну, блин, я дохуя хочу. Это нормально. И мне кажется, если ты дохуя хочешь, то делать раз в три месяца это вот оно... Нет, нет, конечно, если ты дохуя хочешь, надо дохуя делать. Тут простая формула. Запомните, товарищи. По сути, ты занимаешься... Ну, ты связан с музыкой, и вся твоя деятельность, она косвенно относится к музыке, при том, что сам ты, насколько я знаю, не поешь, не играешь. Нет ли в этом задушенных амбиций? Нет. Все ведь, знаешь... Ты хорошо подмесил. Реально? Ну, отчасти. Мне всегда хотелось быть гитаристом. Вон, ты видишь гитару на фоне. Это мне подарил друг как раз. Потому что знал про это. Сколько лет назад подарил? Недавно. Вот летом, летом. А, и нихуя ты на ней не играл все это время? Играл, играл, учился. Я учился. Я не умею играть. Вот. Но когда-то, давным-давно, у меня была тоже гитара, я полгода не учился играть. И это было как раз до всей этой YouTube-истории. И потом... Ну, скажем так, мне тогда было, по-моему, лет 19, но уже тогда мне казалось, что это уже пиздец поздно становиться гитаристом. Что, в принципе, правда, на самом деле. Но шанс, на самом деле, был. Вот. Но мне всегда действительно нравилась вот эта вся музыкальная история. Группы, туры, вообще все, что происходит, это охуенно, мне кажется. Короче, это все не так важно. Важно, знаешь, что мне кажется, из этого выделить? Что? Еще одна цитата из ВК-паблика. Идите к своей мечте, блядь. Ну, реально, если... Я цитирую Оксимирон, а ты в ВК-паблике. Вот это вы смотрите. Нормально, нормально. Подписывайтесь на Патреон и Бусти. Нет, это действительно так. Я верю в эту историю. То, что когда... Охуенно, короче, когда у тебя есть, в принципе, мечта, потому что многих ее нет. И когда ты идешь к чему-то такому, что тебе действительно нравится, через какие-то трудности, ты себя потом чуть больше любишь за это. Их преодолеваешь. Ты так любишь все к позитиву какому-то свозить. К какой-то такой простой и приятной житейской мудрости. Есть справедливость, и можно либо терпеть, либо сдохнуть. Слушай, не обращал на это внимания. Прикольно. Но вообще, мне кажется, потому что это же так и есть. Вот все эти тысячелетние законы, которые появились и живы до сих пор, они же не зря просто так живы. Все эти какие-то мысли и идеи, они работают потому, что они работают. Вот и все. Иначе они бы не запомнились у нас в голове. И по сути, когда ты... Да блин, об этом творчество миллионов артистов, того же Мирона, я не знаю, там сквозь терник звездам и так далее. Это же... Но Мирон-то музыкантом стал. То есть, понимаешь, есть ли вероятность, что через 3-4 года, или там в какой-то момент, когда... А ставлю он музыкантом? Да, да. Что когда тебя окончательно ебнет... Не-не-не, именно Мирон ставлю музыкантом, вот ты как-то думаешь? Нет, нет, нет. Кстати, как раз музыки вот мне в последнем альбоме не хватило. Но это другой вопрос. Неизбежно, блядь, все дороги... Кстати, вот автор музыки подарил эту гитару. Это мой друг Дэн. Ну вот... Блядь, я вообще... Прости, что сбиваю тебя с мыслями. Ничего, ничего. Это... То есть, есть энная вероятность, что через какое-то время тебя переклинит, ты такой, блядь, я все это время этого хотел. И начнешь ебашить музыку. Да. А, я? Да, ты? Не-не-не. У меня все-таки же есть какая-то часть рассудка, которая скажет мне, чувак, ты с ума сошел? Только ради хобби. Вот я ради хобби и сижу и играю. Это, ну, максимум. Зачем мне что-то еще? Блядь, когда-то видеосъемка была твоим хобби. Да, но это, во-первых, было когда, блин, в 22 года я начал. Ну, то есть, не, сейчас, я же понимаю, что сейчас нет шансов. Это, знаешь, как... Нужно здраво все-таки оценивать свои возможности. Допустим, когда я 68 лет, такой, блин, а рожу-ка я ребенка. Наверное, пришло время. Наверное, стоит задуматься, стоит ли это делать. Первую достойную роль Сэмуэл Л. Джексон сыграл там в 40 с чем-то. Например, или вот еще был такой вокалист, блин, прикинь, Михаевич у него погонял, забыл, как его зовут, вокалист группы Animal Jazz, знаешь Animal Jazz, наверное? Который начал петь в 30 лет тоже. Сколько еще, 45, наверное, там, не знаю, больше, может. То есть, джинсы порезанные лета написал 30-летний чувак? Что-то типа... Подожди, я не знаю, автор ли текста, кстати. Я не знаю, он ли текст писал. Ну, это вот надо прогуглить, если это написал 30-летний человек, я в ахуе реально. Ну, прикинь, как он тренды предугадал. Ну, не предугад... Залетел в них, залетел. Это очень интересный, знаешь, для психоанализа персонаж тогда реально. Ну, блин, нахуе. Вот сейчас, мне сейчас так неловко, если я на него лишнего спиздел, вдруг это не он автор текста. Ну, хотя Галат, знаешь, пишет для френдзоны, знаешь, все возможно, все возможно. Он это делает осмысленно. С точки зрения бизнес-стратегии, понимаешь? Maybe Baby, вот это все, Дора. Не нравится тебе? Мне нравится Дора очень сильно. Нет, Дора... В плане вокала. Дора, кек вижу. Дора, кек понимаю и так далее. Maybe Baby, по-моему, колхоз пиздец. А можешь ли абстрагировать немножко в топ? Музыку захотелось немножко уйти. Абстрагировать вокал Доры от ее текста и вообще от бэкграунда? Она же охуенно поет. Представь, что она поет какой-нибудь классный текст. Это стильно, это стильно, да. Притом, во-первых, текст поменять. Во-вторых, аранжировки вообще вот убрать всю эту уголимую штуку и сделать из нее какую-то... В духе айспика, но какой-то... Что-то такое этническое, фолково-русское или... Ну... Или в духе айспика, в смысле электронное звучание. В духе айспика, в духе электронное, отрывистое и не боящееся быть именно раздражающим, звучать как циркулярная пила именно. Вот, о! Знаешь, Джудас Прист, вот, именно голос вокалиста, они же доводили его до того, что он и так излишне высокий для мужского. О-о-о! А они еще его придавали эту хреботцу, и вот я сейчас даже здесь вставлю вступление из Hell Patrol. И он там именно и скрипотцой, он именно... Ну, это реально какой-то машинный совершенно звук. Вот. И гипнотический то, насколько этот именно... Этот именно неприятный в нормальное время для слуха звук довели вот до собственной фишки. вот, я бы, короче, были бы у меня, вот была бы продюсерская власть, я бы и здорово сделал вообще. А я вот чувствую, я поэтому спросил, я чувствую, что в тебе есть эта штука. Блядь, я состарюсь реально. Вот у тебя спал как раз. Я бы с удовольствием брал и кукловодил вообще с большим удовольствием. Просто я пока маленький и неубедительный. А вот это тоже какая-то нерализованная история в плане музыки, что тебе хочется как-то немножко воплотить в других это? У Довлатова была тема, что он сидит вроде бы с проституткой разговаривает, но это в чемодане в книге. Она спросила, правда ли, что каждый журналист хочет стать писателем? Нет, соврал я. Понял, понял, понял. И особенно иронично, что он при этом действительно стал. Да, это охуенный твист. Вот. И действительно есть такая тема. Ну и плюс я пишу как бы тексты уже в группу. И да, это неизбежная фигня, потому что в любом случае какое-то здоровое стремление к чистому, ничем не ограниченному самовыражению, мне кажется, это, ну, вполне естественная штука. Но при этом у меня именно кулаки чешутся в плане организации всякой темы, поэтому... Ну, то есть, знаешь, типа доживу до больших бабок, вот опять же, будут у меня миллионы, я, блядь, буду брать всех этих безумно талантливых вокалистов, у которых не хватает мозгов на то, чтобы что-то концептуальное сделать, буду собирать их в коллективчики, давать им тексты, привлекать художников для того, чтобы делать им брендинг, все такое. Спустя год они будут понимать, что зарабатывают деньги, говорить мне, ты что, охуел? Я такой, до свидания, пошли нахуй, делаю следующих, вот. И потом меня застрелит кто-нибудь из их друзей, отличная будет жизнь. Если у тебя получится сохранить вот нынешнее мышление, это охуенно. Но, опять же, как подсказывает практика, как показывает практика, чтобы прийти к тому, чтобы зарабатывать миллионы, тебе нужно пойти на какие-то внутренние жертвы, грубо говоря, поломать себя в каких-то моментах. И когда ты себя ломаешь, ты уже к прошлому себе вернуться не можешь, потому что прошлый ты уже не актуален. Да. Ты уже в моменте, когда ты зарабатываешь именно миллионы, ты уже мыслишь не так, как сейчас. Типа, бля, я бы сейчас всех спонсировал. Думаешь, ага, барбершоп открою, франшизу Subway, заебись, вот здесь столько-то процентов, и тебе уже похуя там на всяких артистов. Мне вот буквально недавно друзья сказали такую штуку, что, Миш, ты каждый раз, когда, мол, рассказываешь про то, что вот что бы у тебя было яхту куплю, или еще что-то, ты говоришь про то, кого ты куда впишешь. Потому что у меня есть такая тема, что мне хочется своих чуваков вот собрать и вот куда-то в пиздатый проект засунуть и все такое. Потому что именно как раз ощущение какой-то массовой нереализованности, оно есть. И по сути даже, я ведь ролик вот прям сейчас об этом снимаю, о том, что дохуя чуваков не знают, куда приткнуться. Вот. И как будто, если просто показать, куда можно приткнуться, то это дохера чем может изменить. Это офигенно, это вообще супер задача. Но вот мне кажется, часть из тех людей, кто не знает, куда приткнуться, на самом деле просто, может быть, она и знает, просто боится там или что-то еще. Не, ну тогда вообще пошли нахуй, блядь. Да? Ну это вообще не проблема. Ну в смысле, по сравнению с тем, что ты не знаешь, куда приткнуться, я знаю и боюсь, это вообще вопрос. То есть таких людей ты не уважаешь? Пошли они нахуй. Нет, в плане вашей проблемы, ну, меня не интересуют. В смысле, вы там, ну не знаю. Те интересные бойцы полный потенциала, которые их можно направить вот сюда. В плане это вопрос того, что там сходить к психологу, пересмотреть Наруто или вот, ну, какие-нибудь такие вещи, они дойдут до того, чтобы просто перестать бояться. Ну у них уже вот перед носом это решение, это другой момент. А тут другое дело, когда ты живешь в Сургуте и увлекаешься стрит-артом, ну как бы вот это, мне кажется, проблема посерьезней просто. Блядь, вот про нереализованные амбиции, у меня просто это тоже было, ну, отчасти как бы плод рефлексии, что если тебе нравится какая-то сфера, то не обязательно шарашить в нее напрямую. То есть вот в тему не занятых ниш, а с точки зрения ниш становиться музыкантом гораздо более тупая идея, чем становиться музыкальным блогером. Просто потому что, как минимум, эта ниша гораздо менее занята. И ты при гораздо меньшем наличии таланта, вот это, кстати, мне вот, это было отчасти моим мотиватором, что даже если окажется, что я совершенно бесталантный чмырь, я могу как минимум выезжать на чужой популярности, что они же все, как мы говорили в подкасте Эрик и Вики, они недолюбленные мамы, тщеславные дяденьки. И им на самом деле все время хочется внимания. А я, хоть и бесталантный, но я могу дать им внимание. И я могу прийти, и там как-то побазарить с ними, и таким образом сам заработаю на том, что кто-то там популярен. У тебя была вот такая же история, что ты как бы дошел, что ты хочешь быть в музыке, но не факт, что что-то сможешь самостоятельно. А вот это вот рабочая хрень. Вот такой мысли у меня точно не было. Это забавно, что она у тебя была. В смысле, не то, что забавно, это скорее интересно, что она у тебя была. Вот, но при этом, я честно, вот не очень тебе верю. Вот, ты, может быть, сознательно для себя решил так. Я сейчас не говорю, что это так, оно есть, просто это как вариант вкидываю. Но, возможно, подсознательно. Ну, то есть, смотри, я больше верю в то, что тебя тянуло туда, в принципе, любого человека тянет туда, что ему, в принципе, нравится. То есть, и другое дело, сопротивляется ли он этому или только помогает. И если ты здесь и получаешь удовольствие, здесь я имею в виду на Ютьюбе, и делаешь видосы, и получаешь этого удовольствия, то вряд ли ты изначально какими-то корыстными целями руководствовался, типа, ага, вот если что, то хотя бы вот так я наберу популярность. Ну, может быть, так оно и было. Но если тебя потянуло, значит, изначально у тебя какая-то была склонность к этому, в том плане, что какой-то там талант, что-то делать. Безусловно, я там с детства смотрел Ютьюб и всем этим увлекался. Но это, знаешь, скорее задумывался ли ты про параллельных Эриков Рика в других реальностях, которые просто в какой-то момент жизни выбрали чуть-чуть другое и стали другими людьми. Я просто, понимаешь, в юношестве не умел играть на басу, но за счет того, что я прикольный чувак, меня держали в группе Lost Welder, то есть потерянный сварщик. Ты был в группе? Да, я был басистом. И при том, опять же, играть не умел вообще пиздец. Да, но при этом меня держали в группе, то есть это могло бы в ту сторону пойти. Я вот буквально недавно обнаружил, что я пиздец обожаю дизайн и ничего вообще не могу с этим поделать. Безумно меня это увлекает. Вот, я мог бы делать дизайны. То есть где-то рядом я бы в любом случае оказался. Но просто это могли бы быть совершенно другие дороги. Ну да, но смотри, вот мне кажется, все это скорее следствие. В целом, если у тебя есть какая-то потребность что-то творить, то ты же можешь это делать где угодно. Не знаю, вот ты поиграл в группе. Да, может быть, ты не умел играть толком, но ты же там оказался как-то, что-то там, значит, каким-то образом ты приглянулся в группе. Ты сделал видосы, ты вот увлекся дизайном. То есть те к тому, что... Ну и хорошо, что ты себя не ограничивал одним творчеством, ой, одним творчеством, одним направлением. Потому что, опять же, все, кого я знаю, кто какое-то долгое время существует в какой-то там творческой деятельности, так или иначе прыгают в какие-то соседние. Потому что, ну, во-первых, тебя заебывают, во-вторых, тебе интересно проверить себя, что ты можешь в другом каком-то ответвлении. И это вообще нормально. То есть я не вижу в этом противоречий, в том плане, что, типа, это не выглядит, как, знаешь, как какой-то... Как проигрыш. Но давай острее задам вопрос. Хорошо. Это ты снимаешь Оксимирона и делаешь контент про Оксимирона, а не Оксимирон про Эрика Рику. Каково это быть под... Слушай, да я так никогда не воспринимал. Ну, то есть это же... Если бы я только это и делал, то да. И, типа, знаешь, Мирон пропал из моей жизни. Я такой, бля, а что делать? Другой вопрос был бы. Но из-за того, что я и до Мирона это делал, и после Мирона это делал, то есть снимал там ролики на YouTube условно, это абсолютно точно это был важный период в моей жизни. Работа с Мироном и все, что происходило, сто пудов на меня повлияло. Это вообще, как бы, ну, глупо отрицать, как и Версус, потому что, к примеру, я это даже где-то уже говорил, что половина, в принципе, людей, которые у меня подписаны, это они из-за Мирона, из-за Версуса. То есть они пришли оттуда. Ну, в том числе и я. Вот. И очевидно, что, как бы, ну, глупо было бы отрицать, типа, что, бля, я сам там раскачался. Да, конечно, нет. Конечно, есть влияние. Но при этом нет такого, что, как бы, они, знаешь, забирают, уходя, они забирают с собой какую-то часть, как бы, мяса меня, и я такой без них, ааа, типа, все, я ничего не могу. Да нет, это же, вот эта история, как бы, про желание что-то делать, оно просто может меняться, как-то модернизироваться, там. Да те же подкасты, вот мы с Покрасом на эту тему спорили года два назад, когда только начал снимать видосы, что-то мы болтали про творчество, и он что-то начал говорить про подкасты мои. Я говорю, слушай, ну, в подкастах же нет творчества. Вот тогда я ему так сказал. Он говорит, да как нет, есть, ты же, ну, создаешь продукты, ты же творишь, приходят люди, вы какую-то общую историю делаете. А я ему говорил, что, как бы, а в чем творчество? Мы сели, поговорили, как бы, что мы, мы так же каждый день все разговариваем. Я до сих пор, честно, не пришел к какому-то определенному выводу в этом плане, но факт в том, что это как некий, ну, и на подкасты в моей жизни, как некая, какая-то очередная, типа, инкарнация чего-то, какого-то желания чего-то делать. Я уверен, что, к примеру, вот взять Сейна из, там, 2027, допустим, года, и, возможно, ты вообще не видосами будешь заниматься. И, может быть, даже и не музыкой. Может быть, ты будешь известным каллиграфистом, каллиграфом, как правильно? Каллиграфом. Ну, каллиграфом вряд ли. Руки очень кривые. Ну, короче, я к тому, что... Ну, что-то такое, да, понимаю, о чем ты, понимаю, о чем ты, конечно. Не претендую на стопроцентную правильность, но, мне кажется, для этого есть слово «ремесло». То, что мы делаем, это абсолютно ремесло. Настолько же, насколько... Ну, знаешь, например, есть люди, которые вытачивают кольца. И есть, например, чувак Амер из граффити-тусовки, который рисует граффити и, помимо этого, делает украшения. И вот, когда он рисует граффити, это его искусство. И он в нем свободен и охуителен. Но, когда он делает кольца, это ремесло. Потому что граффити можно сделать каким угодно, но кольцо не может не налезать на палец. И там кольцо... Есть рамки, короче. Да, да. И вот то же самое. Подкаст должен быть смотри, блин, и так далее. И в ремесле ты можешь воплотиться супермаксимально. Ты можешь как бы поверх изначальных рамок того, что кольцо должно налезать на палец и условно там в идеале рука сгибаться. Ты можешь на это нанизать бесконечное количество своих выдумок и своего искусства. Но при этом как бы изначальной сути этого ты не имеешь права потерять, потому что тогда продукт не будет продуктом. А вот этот вопрос уже как раз про то, кто на кого влияет. Потому что, опять же, я немножко в музыку иду, потому что мне ближе эти примеры. Есть артисты, которые, например, когда выпускают новый альбом, они пытаются учесть спрос аудитории на свою музыку и сделать альбом таким, чтобы он угодил. И вот это, на мой взгляд, одна грань. Есть другая грань, когда артисты вообще делают именно то, что вот они сами бы хотели сделать. Это другая грань. Есть нечто среднее. Ты для меня был отчасти ориентиром, но и до сих пор являешься по планке качества. До подкаста. Ну, ты должен был добавить фразу «ты был для меня ориентиром до этого подкаста». До этого подкаста. Так, до этого подкаста ты был для меня ориентиром. Сейчас хуй знает вообще. Нахуй, блядь, что тебя спрашивать вообще? Так ты, оказывается, лох, ёпты. Это ты говоришь. Короче, да, ты для меня был ориентиром в плане планки качества, действительно, но при этом именно с твоим подходом делать исключительно по кайфу я был не согласен категорически. То есть вот то, что ты делаешь супер качественный продукт, а его не смотрят, вот этой вот херни я до сих пор там себе позволяю минимально. То есть, например, там у меня про пиарю есть ролик про бурятский андеграунд, который вот, ну, наверное, лучший сейчас у меня на канале. Но просмотров там мало, я вижу. Да, его очень мало посмотрели. Ну вот. Ну и, кстати, этот ролик тоже, скорее всего, посмотрят не очень много, но тем не менее, это будет там пиздатый продукт, как бы жертва ясна. Но всё равно, если тебя глобально мало смотрят, это всё равно значит, что оно не работает, потому что это как бы ровно то же самое, что пиздатые музеи, в которые никто не ходит. Смысл тогда? Ну смотри, у музеев, не знаю, есть ли выбор, может быть нет, но мне кажется, есть тоже выбор. Но у тебя точно, как у автора, есть выбор. Мы об этом говорили на прошлом подкасте три часа назад, где я говорил о такой мысле, что каждый из нас, на самом деле, знает, как прийти к успеху, условно, просто никто, какие-то есть стопоры. И я уверен, что ты точно знаешь, как сделать ролик с просмотрами. Я уверен, что если ты постараешься, потратишь какое-то время, там, неделю, то ты точно придумаешь, как сделать ролик, который соберёт до хуя просмотров. Но будет ли он тебе близок по духу, хуй знает. Потому что я эту теорию проверял, ну не теорию, точнее, скажем так, я просто, когда экспериментировал с каналом, я думал, так, надо сделать какой-нибудь хайповый ролик. И вот больше, чем в половине случаев, он реально выстреливал, потому что я понимал, что вот это может зайти. Это, опять же, к разговору про артистов, которые делают альбомы ради аудитории. Типа, ты делаешь альбом, который думаешь, так, что бы сделать такое, чтобы это реально зашло, но ты при этом не совсем честен с собой, как автор. И вот эта постоянная дилемма между тем, чтобы делать что-то, от чего ты искренне сам кайфуешь, и между тем, что зайдёт, она вот бесконечна. И ты сам решаешь, где, как. Я придумал хороший ответ на то, что ты сказал до этого, про то, что каждый способен сделать что-то популярное. Ну, это я, конечно, нутрировал. По привычным паттернам, да. Вот дело в том, что по привычным паттернам. Я, например, ну, ты, наверное, не знаешь, я делал раньше разборы клипов. Где-то года три назад, и они собирали больше, чем весь мой контент, который я делаю сейчас. Но мне как раз не нравилась, какая аудитория на это приходила, и чем это по своей сути являлось. И я перестал это делать, вот потому, что как раз, когда ты идёшь по вот проторенной дорожке, ты действительно идёшь от себя. Потеряешь себя, да. Но в случае, когда ты раз за разом делаешь новое и пытаешься найти то, что смотрит больше, и при этом выдумать новое, вот это гораздо более, как бы, ценный результат по итогу. Потому что это очень сложно. Да. Ну, да, в этом и суть. Но я к тому, что всегда у тебя есть в голове, если у тебя какой-то уже есть в этом опыт, у тебя в голове обычно есть понимание того, как это сделать простым методом. Типа, я уверен, что условный какой-нибудь рэпер, не знаю, ATL, ну ладно, он так популярен, но неважно сейчас, похуй на примеры. Я к тому, что автор с каким-то уже опытом всегда понимает, как можно сделать ещё лучше, но просто это может противоречить его какому-то общему принципу, либо его персонажу. Ну, то есть, у меня вот один из вопросов, который я хотел задать, это вот, как часто ты идёшь против себя сейчас, и насколько это того стоит? И снижалось ли количество того, насколько часто идёшь против себя в течение роста твоей карьеры? У меня это прям вот действительно, прям оно вот постепенно шло. Чем дальше, тем меньше я делаю то, чего я не хочу делать. Так и есть, то же самое. Я даже не могу вспомнить, когда я шёл против себя, всё, что делал там последние, не знаю, два-три года, может, больше, я не вспомнил, точно делал в кайф, поэтому как раз и так оно и происходит. Но при этом я понимаю, опять же, что если бы я себя переборол и делал бы что-то через себя, результат был бы лучше. Вот, но у меня так, знаешь, вот такой сторонний пример, но он понятный. Года два назад я просто по фану записывал летсплеи, проходил игры, и для своей аудитории на втором канале, там две тысячи подписчиков, по-моему, было, чисто для своих чуваков записывал прохождение игр. И это прикольно. Заходило, я от этого получал большое удовольствие, но потом я понял, что это превращается в какую-то работу, я же не летсплеер, я изначально это делал с кайфом, этот кайф пропал, а люди просили прохождение игр дальше. Я такой, так, это же не то, чем я хотел заниматься. И попал в такую небольшую ловушку, потому что какие-то люди уже начали воспринимать меня как летсплеера, а я не летсплеер. Но в плане, насколько долго стоит идти против себя? Просто поначалу тебе стоит идти против себя неизбежно, но это же в какой-то момент должно закончиться. И вот нащупывание этого момента это тяжкая хуйня, потому что так можно и годами сидеть, хуй жевать и там свадьбы снимать. Где эта штука? Сто процентов. Слушай, я не знаю, каждый сам ее выставляет для себя. У меня были какие-то принципы, вот ты сейчас сказал про свадьбы, я снимал только друзьям два раза, и все. Я принципиально не брал коммерческие заказы, хотя это тоже был очень легкий путь. Да, я не хочу обидеть людей, которые снимают свадьбы в этой комнате. А, Серега снимает. Я проходил свадебные фотокурсы, если интересно, я тоже к этой теме причастен. Короче, у меня был вариант, да, снимать свадьбы, зарабатывать хорошо, но я решил, что я тогда буду нечестен с собой, потому что я не ради этого пережал в Питер. И да, я мог бы снимать свадьбы в тот момент, и было бы все круто в плане 5 финансов, например, но не того я хотел. Если человек изначально как бы хочет снимать свадьбы, да без проблем, как бы я не против этого, просто в моем случае это было неприемлемо. И по этой же причине я с Версуса ушел. Это тоже ведь было супер успешно, и вообще там легенда андеграунда, но типа лично тебя... Ну, потому что за 4 года, или сколько там это длилось, я уже забыл, в конце 17-го я ушел, я собрал там команду ребят, все передал им, мы там закупили оборудование, став, свет и так далее, то есть я там уже не был нужен. Вот, но при этом я себя ощущал все это время, в последнее время, по крайней мере, как будто я снимаю свадьбы. Типа какая разница в том, что я снимаю Версус, я прихожу типа и делаю какую-то рутинную работу, и в чем разница между этим и между свадьбами? Для меня, я понял, что разницы нет, и оказывается, я по сути, ну, какие-то свои принципы предаю, поэтому пора съебывать. Но не то, чтобы как-то этим горжусь или выебываюсь, просто это был момент, когда я осознал, что это не то, куда я хочу двигаться, вот и все. А вот этот ориентир, кстати, мне кажется, он... Ну вот очень хотелось про его поиск спросить. Вот я не знаю, это не какой-то, я не знаю, вообще как это работает, честно, но мне кажется, нужно почаще все-таки себя слушать нравится ли мне то, что я делаю, если нет, то что мне нравится и так далее. Самая рефлексия, это пизда, мне кажется. Вот чем чаще мы задумываемся о том, что мы делаем, как мы делаем, что нам нравится и нет, тем пизже, потому что мы... Это как, знаешь, вот я помню в свое время, когда после первых отношений вышел из них, и для меня открылся мир девушек, потому что у меня до этого не было их. У меня были 5 лет отношения, и я не знал, что такое там, типа, секс с другими девушками. Тут он появился, и потом как бы я уже начал что-то объяснять им, потому что многие из девушек оказывались очень зажатыми. И я помню, вот такая достаточно яркая тема в разговоре про секс была о том, что девушки, на самом деле, пацаны тоже, скорее всего, многие, просто я обычно с ними это не обсуждал, а с девушками да, что, короче, многие девчонки, допустим, там говорили, что я никогда в жизни там не мастурбировал, или там я не люблю мастурбировать, условно. И я им говорил, слушай, ну, во-первых, это же изучение себя, и если ты построишь цепочку как бы в более глобальном смысле, это пиздец какая важная штука. Если ты не знаешь себя, что тебе нравится в сексе, это принесет проблемы в отношениях, ты не будешь удовлетворять ни себя, ни парня, ваши отношения пойдут по пизде, твоя жизнь пойдет по пизде, человек, которого ты любишь, не будет рядом с тобой, потому что ты банально не трогал и пизду. А бревно ты потому, что не получаешь удовольствия от секса, не получаешь удовольствия от секса, потому что ты не знаешь, как его получать. Изучи, сука, себя. И вот то же самое про саморетексиву в плане идей, в плане того, что тебе нравится по жизни, это вот абсолютно та же самая хуйня. Ты постоянно пробуешь изучать какие-то новые сферы, изучать себя, что тебе нравится, и таким образом нащупываешь то, что тебе ближе всего. И мне кажется, кстати, это вечный поиск, на самом деле. Как говорил Ленин, типа учиться-учиться, еще раз учиться. Не люблю Ленина, но, блядь. Как хорошо, что мы дошли до стат Ленина. Ура, блядь, коммунизм. Наконец-то появился смысл у этого подкаста. Вестник Буря. Ленин. Спасибо, что смотришь. Вестник Буря, это кто? Это коммунистический блогер один из самых известных. А, не знал. Ну вот, и это правда, потому что, когда ты думаешь, что ты знаешь все, ты пиздец как ошибаешься, братишка. Нихуя ты не знаешь. Можно всю жизнь столько всего узнавать нового и пробовать себя в стольких отраслях, что можно охуеть. И вот как раз этого я и желал бы многим, потому что я до сих пор думаю, а вот то, что я делаю видосы, это вообще мое ли призвание, скажем так. Может быть, мне нравится что-то другое, а я пока об этом не узнал. Поэтому, блядь, пробовать это охуенно. Исходят ли эти попытки из какой-то уверенности, что вот на самом деле ты, Эрик Рика, самый гениальный хуй, который по крайней мере лучше всех вот окружающих, ну или как минимум вот большей части, и поэтому, если ты там попробуешь большую часть вещей, у тебя они получатся. Во-первых, слишком громко говорить про гениальный хуй. Ладно, сейчас хотел уйти вдруг в школьную шутку, ну ладно. А во-вторых, мне кажется, я не очень верю в гениальность. Это опять же, кстати, из Наруто. Помнишь? Того же Рока Ли, блядь, который, нахуй, добился сумасшедших результатов тем, что просто много въебывал. Я вот в это гораздо больше верю, даже отстранясь от вымышленных персонажей, есть персонажи реальные, которые в моей жизни существуют, и один из них, например, Пакрас. Ну, его хватит, как пример, пока что. Потому что, опять же, в разговоре с ним мысль и рейтмотив главный. Это то, что нужно ебашить. Вот я даже читал, кстати, статью недавно, что на самом деле, пока не знаю, насколько она правдива, но есть такая вот версия, что гены не влияют на потомство в том плане, что, к примеру, знаешь, вот говорят, ага, да он алкаш, просто потому что родители пили. На самом деле, не из-за генов, а из-за того, что воспитание было такое. Грубо говоря, если бы этот же человек вырос в семье в другой, он бы не стал алкашом. И вот в это тоже можно поверить, потому что гены передают лишь какую-то базовую информацию, там, ДНК, ну, это в статью все расписывалось. Не, ну, склонность, я думаю, она не может передать, но как бы... Вот как будто бы там это отрицалось. Я не могу сказать, что прямо радикально отрицалось. Но так или иначе, как бы потворствовать этой склонности или наоборот идти ей наперекор, это твой выбор, безусловно. Да, и там скорее вот... Я просто как человек, который унаследовал энергию, блядь, и у меня чешется уши, когда я перс и съем, да. Это другое. Болезни, да, потому что это все еще твоя физическая составляющая. А вот идея о том, что тебе, допустим, какая-то там какая-то гениальность передается. Это, мне кажется, я в это не верю. Не, конечно, история, наоборот, обратная, как бы предрасполагает. Ну, представим, что ты как бы избран судьбой каким-то образом, вне вот таких биологических и других рациональных факторов. Есть ли у тебя какая-то уверенность, ну, как бы... Почему ты уверен, что вот ты дальше попробуешь, и оно получится? Именно я? Да. Я не уверен. Как раз этой уверенности вообще нет. Ты просто пробуешь и смотришь, получается или нет. Если нет, думаешь так. Ну, то есть, как я бы думал. Я не говорю за всех. Я так думаю. Не получается. Окей, но хочу ли я все-таки это дальше как-то пушить? Если хочу, то я ищу пути, как сделать так, чтобы это, блядь, получилось. Вот и все. Если ты понимаешь, не получилось, то как бы не особо и хотелось, оказывается. Я попробовал и заебись. Типа, все, я удовлетворил эти потребности. Ну и хуй с ним. Пробуешь себя в другом чем-то. Вот и все. Мне кажется, все так просто на самом деле. Люди часто усложняют в своей жизни. Ну, не так уж много вещей нас держат от каких-то новых решений. Это в основном страх. А страх основывается на каких-то там более... Я сейчас не пытаюсь, опять же, говорить, что это какая-то истина, это лишь мои наблюдения. Страх состоит из-за многих факторов. Типа там, что тебе там родители внушали, что ты хуёвый, тебе там что-то не получится. Что ты... У тебя эго там, допустим, уязвимое. Ты боишься выглядеть ущербным или там каким-то неполноценным. Что, к примеру, там, не знаю, там, пацаны тебя во дворе гнобили, что ты там не сможешь никогда. Это такой, бля, в натуре не смогу. Вот. И все эти причины, это в целом страх чего-то. А других как будто бы причин я и не вижу на самом-то деле. И вот тут у тебя два пути. Поверить в этот страх и ничего не сделать, либо... Блядь, опять мы... Суицид или суицизм, да? Ну, например. Я думаю, замкнутость... Каждая из наших дискуссий, она идёт от того, что я такую тему задал, и это неизбежно. Но с другой стороны мы... Ну, просто, мне кажется, это такая, знаешь, такой литмотив в целом достаточно верный. Как бы тут нет других... Тут нет каких-то, знаешь, тысяч точек зрения. Мне кажется, вот их там несколько, может быть, в том плане, ну, для меня. Там буквально у тебя несколько путей, и все они, в принципе, всем известны и понятны. Ничего там нового ты не найдёшь. Ебаный, конечно же, персонаж, но, блядь, фраза реально гениальная. Лебедев Артемий. Помнишь его фразу, которая звучит так, что типа «Как мотивировать себя что-то делать? Да никак. Так, оставайтесь в жопе». И это одновременно... Это как с Давлатовым, журналист и писатель. Типа ты одновременно как будто бы мотивируешь, одновременно как будто бы не мотивируешь. А по факту это вот правда. Типа не хочешь, блядь, ничего делать, так оставайся в жопе. Твои проблемы. Вот так же, как ты сказал про ребят, которые боятся что-то делать. Да. И их сразу нахуй отсёк. Грубо, но в этом есть доля истины. Типа, ну это ж... И ты же не можешь каждого за ручку вести. Более того, если ты так сделаешь, это может в обратную сторону сыграть. Это как опять же в семьях, где дети растут с... всем, что уже как бы ты должен достичь. И это их никак не мотивирует становиться лучше, потому что зачем? У тебя всё есть. И не гарантия, конечно, если ты родишься в хуёвых условиях, это не гарантия того, что ты начнёшь, блядь, из них выбираться. Нет, ты можешь так и остаться там. Маньяком стоять. Сложная хуйня. И одновременно простая пиздец. Жизнь. На этой замечательной ноте мы заканчиваем видос вне зависимости от того, если мне понравилось, вы обязаны просто написать коммент, поставить лайк, обязательно подписаться на Эрика Рику, замечательного контент-мейкера. И в принципе поддерживайте контент-мейкеров, которые вам нравятся. А на этом всё. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А!